Иисус 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 Иоанн пишет, что если бы нам Подробно писать о всем, Что сделал Иисус, То мир не вместил бы Этих написанных книг. То, что мы читаем Четыре Евангелия и книгу Деяния, да? Вы думаете, это все, что сделал Иисус? Это Одна тысячная, может быть, Доля того, что сделал Иисус. Апостол Иоанн, он не зря это написал. Он сказал, что так много Иисус сотворил. И я хотел бы сейчас, прежде чем Буду проповедовать, Сказать ко многим Слово Божье. Знаете, в Иоанна 20 главе, 22 стихе После своего Воскресения Иисус вернулся К своим ученикам и беседовал С ними, учил их, назидал их. И знаете, написано, он их собрал. Он собрал их всех. Они все разбежались, он их собрал. И знаете, Здесь Иоанна 20, 22 говорится, Что сказав это, Дунул И говорит им, примите Духа Святого. Представьте, он дунул. Что это значит? Это он их собрал. Они все смотрят на него. И он такой И говорит, примите Святого Духа. Они такие Вау! Проходит какое-то время. В течение 40 дней Иисус являлся. И напоследок, Представьте, Иисус говорит, Не отлучайтесь из Иерусалима. Потому что через несколько дней после этого вы будете крещены Святым Духом. И вот здесь идет непонимание. Иисус дунул, сказал, примите Святого Духа. А потом говорит, Не отлучайтесь. Вам нужен Святой Дух. Чтобы исполнить эту миссию, в которую я вас призвал, Вам нужна сила. Вы будете крещены Святым Духом. Что такое крещение? Многие люди говорят, Им говоришь о Боге, Они говорят, Я крещен, я крещен. Ты не понимаешь, что такое крещение. Крещение – это погружение. Это полностью погружение. И если что-то там на тебя брызнули, Это не крещение. По крайней мере, это не библейское крещение. Потому что по Библии Крещение должно быть полностью в воде. И это заключение завета. Которая идет после покаяния. И Петр сказал, Покайтесь и докреститься. И написано об Иисусе, Что он крестился. И написано, Когда выходил из воды. Никогда на него кисточкой Иоанн брызнул. А когда выходил из воды. Филипп крестил этого Евнуха. Потому что там было много воды. Написано, Евнух едет и говорит этому Филиппу, Вот вода. Что мешает мне креститься. И написано, Они оба сошли в воду. Поэтому Иисус использует здесь слово Погружение. Он им сказал, Примите Святого Духа. И дунул. И в этот момент Они родились свыше. Но они не имели крещения Святого Духа. И это две разные момента. Рождение свыше и крещение Святым Духом. Дух Святой должен жить внутри нас. Но также и быть на нас. И поэтому Иисус в Деянии 1.4 говорит, И собрав их, Он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, Но ждите обещанного от Отца, О чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, Погружал в воду, А вы через несколько дней после всего Будете крещены Духом Святым. Когда я говорю слово крещены, Представляете, Погружены в Дух Святой. Полностью погружены в Святой Дух. И Деяние 1.8 говорится дальше. Но вы примите силу. Послушайте. Это слова Иисуса. Это не слова какой-то церкви, Какого-то проповедника. Это слова Иисуса. Но вы примите силу, Когда сойдет на вас Дух Святой. Иисус, а зачем ты дунул? И сказал, Примите Святого Духа. И опять говоришь, Что на вас сойдет Дух Святой. Он еще не сошел. Он еще не сошел. Он должен будет сойти через несколько дней. И мы знаем, 10 дней прошло. Но вы примите силу, Когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями В Иерусалиме, Во всей Иудее, И Самарии, И даже до края земли. И дальше мы читаем. Иисус вознесся. Они собирались вместе. И написано, При наступлении дня Пятидесятницы Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, Как от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, Где они находились. И явились им разделяющиеся языки, Как бы огненные, И почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, Как Дух давал им провещевать. Говорить на языках, Это нормально. Не говорить на языках, Ненормально. Поверьте, Это недостаточно. Иисус сказал, Что вы еще не молитесь на языках, Но вам нужно, Когда вы примете Святой Дух. И вы поверьте, Что есть разные учения. Есть учения, Которые говорят, Не надо вам этого. Это кому Бог очень там удаст. Но Иисус написано, Написано, Что все, Кто находились, Все, Для всех. Это послание для всех. Почему? Потому что, Кого Бог спасает, Того Бог принимает, И того Бог посылает. И Бог не может послать, Без силы Святого Духа, Иисуса, На сложнейшую миссию. Не может. Поэтому Он крестит Его Святым Духом. И Он крестит каждого верующего. Поэтому, Давайте не будем путать, И будем разбираться. Будем понимать, Что есть рождение свыше. Когда человек получает Прощение грехов, И новую природу, Новую жизнь. И есть момент, Когда он получает силу, Для того, Чтобы жить, И свидетельствовать, Об Иисусе Христе. Аминь. Поэтому, Многим, Верующим, Людям, Нужно получить силу, Святого Духа. Нужно ревновать об этом. Потому что, Это, Не слова какого-то человека. Это слова Иисуса. И мы обращаемся к Слову Божьему. Сегодня неудивительно, Что во многих церквях Перестали молиться на иных языках. Почему? Во многих Пятидесятнических церквях Перестали молиться. Во многих даже харизматических церквях Перестали молиться на языках. Ты думаешь, Ты молишься красноречиво? Такие слова подбираешь, И ты прям угождаешь Богу. Ты людям молишься. Ты молишься, чтобы не опозориться, Чтобы красноречиво помолиться, Чтобы все были впечатлены. Но послушай, Когда ты молишься на иных языках, Ты молишься Богу. И тебе не важно, Как люди на тебя реагируют, Как они впечатлены или нет. Дорогие друзья, Кто Духа Святого не имеет, Тот и не Его. Так Иисус сказал. Он своих знает и отделяет По тому, Есть ли в верующем Дух Святой. Для Него это будет важно. Для Него это. Я знаю, тебя не знаю. Представьте, девы, Пять дев других придут и скажут, Вот мы пришли, Господи, Господи. Представьте, Я специально прочитал, Для того, чтобы точно увидеть, Что Иисус им ответит. И знаете, что Иисус им ответил? Иисус сказал, Истина, Я не знаю вас. Ведь верующие пришли к Нему В надежде. Они же надеялись всю жизнь. А Он им сказал, Я не знаю вас. Послушайте, Дух Святой это самая Менее всего обсуждаемая тема. Но именно благодаря Ему Иисус смог пойти на крест. Именно благодаря Духу Святому Иисус смог совершить Все чудеса. Исполни до конца Свою миссию. Благодаря Святому Духу Мы читаем книгу Деяний. Благодаря этой силе, Которая двигалась Через простых людей, Апостолов Иисуса Христа. Поэтому ревнуй о силе Божьей. Ревнуй о Боге. И перестань слушать Всякую чепуху. Итак, Тема проповеди будет называться Бог за нас. Римлянам, 8 глава, 31 стих. Апостол Павел говорит, Что же сказать на это? Если Бог за нас, Кто против нас? Аллилуйя. Многие люди считают, Что Бог против них. Богу нету дела до них. Бог их оставил. Вы слушаете, Я столько людей, От стольких людей слышал Неправильное представление о Боге. И это, я знаю точно, Работа дьявола. Неправильное представление У человека о Боге, Это хорошо сделанная работа дьявола. В его разуме. Послушайте, Я хочу, чтобы каждый человек Сейчас услышал. Бог за нас. Бог за человека. Нету такого человека, Которого бы Бог отвергал. Которого бы он недооценивал. Не любил. Послушайте, что дальше говорит 32 стих. Тот. Тот Бог, который за нас. Послушайте, что это за Бог? Тот, который сына своего не пощадил, Но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Знаете, не пощадил сына. Как будто сын в чем-то провинился. Не пощадил. Вот надо было бы, Вот сын пришел и сказал, Отец, прости, там все. Отец такой, нет, я не пощаду тебя. И наказал его. Представьте, У Иисуса с отцом прекрасные. Отношения любви. У них никогда не возникало проблем. Никогда не возникало трений. Это идеальный, это красивый. Когда мы увидим, как они общаются, Это будет восторг. Мы все будем с большими глазами умиляться и смотреть, Как они общаются, какая это любовь. Какого нету превозношения. Кто больше, кто меньше. И вы представьте, в таких хороших отношениях, находясь Иисус с отцом, Отец берет и наказывает своего сына. Просто наказывает своего сына. И еще так, не просто, а на смерть. Предал его за всех нас. Предал. Представляете? В этом есть, если размышлять, То в этом есть великое, великое послание от Бога с неба. В этом есть любовь Бога к нам. У Бога нету исключений по отношению к человеку. Они есть у нас. У Бога нету исключения бедный, богатый, умный, глупый, Образованный, необразованный, хороший, плохой и так далее. У него нету этого. Вы, если вы хотите знать, кто есть Бог, То это, я вам скажу одним словом, сплошная любовь. Это не просто его качество. Он это есть. Он есть любовь. Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. И он любит то, что он сотворил. Еще тем более вдохнул в нас дыхание жизни. Он любит нас. Почему я сегодня буду говорить об этом? Я хочу, чтобы у нас правильно было заложено основание, Как именно к нам, к людям относится Бог. Как именно. Сто процентов. Послушай, Бог за тебя. Не 99 процентов. Не тогда, когда ты хороший. Не тогда, когда ты ничего плохого не делаешь. Даже в тот момент, когда ты сознательно грешишь, Бог за тебя. Бог за тебя. У Бога нету такого. Я тебе даю последний шанс. Согрешишь, умрешь. Есть ограничения у человека, Например, ограничения в жизни, в сроке. Например, живя на земле. У каждого ограничения. Просто люди умирают, потому что неправильно живут. Пошел на красный свет, его сбило. Причем здесь Бог? Ты пошел. Ты решил, что ты пробежишь. Ты проскочишь, и все будет нормально. И не знал, что там Феррари несется. У Бога нету исключений. Нету. Даже между национальностями. Кто-то является расистом или националистом. А это грех. Чтобы Бог создал все национальности и расы. Бог. Языки и племена. Все это от Бога. А у нас есть исключения. Мы исключаем Бога из жизни. Большинство людей исключают Бога из жизни. Почему? Я не знаю. Возможно, есть неправильные представления, или они не знают, кто такой Бог. А когда ты познаешь, кто такой Бог, ты понимаешь, что лучшего тебе никто не предложит на земле. Вопрос такой, насколько Бог любит человека? Больше всего. Ответ. Больше всего. Больше всего. Сын – это самое дорогое, что есть у Бога. Это сын. Послушайте, Бог, он не нуждается, например. Вот мы измеряем богатство. Одежда. Пришел человек, мы его с ног до головы сканировали. Знаете, люди некоторые делают это аккуратно, а некоторые просто не тактично. Прямо вот так вот. Знаете, прямо вот так вот. Вот так, с ног до головы вот так. Чуть ли не обнюхивают. Ну, просто какие-то наивные люди. Просто хочется сказать ему, ну, на, еще понюхай, да. Подойди. Это же такое, сканировали. А, человек простой. А, наверное, он такой и недалекий, соответственно. А, он, наверное, неуспешный. Все. С ним я даже общаться не буду. Послушайте, у Бога нету такой вот оценки. Например, мы не можем сказать, что Бог богатый. Богатый, потому что у него много денег, например. Мы не можем так о Боге сказать. Потому что от денег он не зависит. От денег зависим мы. А он не зависит. Он не зависит от одежды. Он не зависит от тепла. Он не зависит от денег. Он не зависит от нефти, он не зависит от политической ситуации в стране, он не зависит от солнца, он не зависит от погоды, он не зависит ни от кого, он не зависит ни от чего. Понимаете? И вот такой Бог, который не нуждается ни в чем, ни в чем не нуждается. Ты ему ничего не можешь подарить. Твой подарок, это означает, ты взял из его и подарил ему. Ты ничего не можешь ему дать. Тебе принадлежит только твое сердце. Твое Я тебе только принадлежит. И вот этим ты можешь распоряжаться и сказать, Бог это моя драгоценность. И послушайте, вот этот Бог, которому ничего, по идее, от тебя не нужно, то есть Он лично не нуждается, Он проживет без тебя, другими словами, Он тебя любит. И Он на твоей стороне. И Он тебя не просто любит, а желает быть с тобою. И для этого Он создал этот план. Родился этот план, который Иисус исполнил. Умер и воскрес. И теперь мы с Богом, через Иисуса Христа. Поэтому нам нужен Святой Дух. Вот поэтому нам нужно иметь эту силу. Потому что Иисус не учился ни в какой семинарии. И когда Он разговаривал со священниками, у них были огромные глаза. Они удивлялись Его вопросом, Его ответом. Как? Ребенка, откуда? Как? Поэтому написано об апостолах, видя, что это люди неграмотные, они удивлялись. Что думаете, Петр был грамотный человек? Нет, он не был грамотным. Он был рыбаком. Лука был грамотным. Лука был грамотным, который написал книгу «Деяния». Апостол Павел был грамотным. Но Петр не был грамотным. Однако, Его послания изучают сегодня в библейских колледжах, институтах, академиях. Изучают подробно. Учат. Представьте, почему в этих посланиях Святой Дух двигался через это. Понимаете? Нам нужен Святой Дух, поверьте. Это как бы проповедь, разделенная на две части. Нам нужен Святой Дух. И вторая часть. Бог за нас. Поэтому давайте приблизимся к Нему. Вы думаете, вы приблизитесь к Богу и будете жить нечестиво, грешить, зная Бог, будет прикрывать вас? Вы не сможете. Потому что когда вы приближаетесь к Нему, вам стыдно, вам грязно. Знаете, когда вы грязный, когда вы испачкались где-то, или целый день работали, у вас есть одно желание помыться, в душ сходить. Когда вы придете к Богу, у вас возникнет одно желание. Боже, душ, 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 мне так стыдно, мне так воняет. Боже, мне так неудобно, мне так неудобно, мне так неудобно перед тобой. Понимаете, вот это будет чувство неловкости. А Бог говорит, нет проблем, давай душ включим. Чшшш, кровь Иисуса смыла с тебя, все. Ты стоишь праведный, такой понимаешь, Боже, это твоя милость, я ничего не сделал для этого. А отец радуется, как ты ничего не сделал? Ты пришел ко мне, вот мой праздник. Ты пришел, представляете, от нас что требуется? И это, и это, десять заповедей соблюдать. Да от нас требуется прийти к Богу. Я скажу вам. Бог, давая десять заповедей, заранее знал, что задание провальное. Никто никогда не исполнит. И многие люди делают ошибку, исполняют десять заповедей. Десять заповедей. И учат, и ругают еще других, если они не исполняют десять заповедей. Бог не для этого дал закон. Бог дал тебе закон, чтобы ты увидел, что ты грешник. И пришел к Иисусу. Вот для чего десять заповедей. Вы думаете, закон совершенствует человека и дает радость? Почему юноша богатый пришел к Иисусу, Иисус ему сказал, тебе надо соблюдать заповеди. Он с этого начал. Тот говорит, о, я от юности все заповеди соблюдаю. А что ты тогда несчастный, пришел сюда? Чего ты о вечной жизни задумался? Если ты исполняешь закон, так у тебя нет тогда вопросов? А, у тебя есть вопросы? Потому что закон не дает никогда выход. Благодать дает выход. А благодать, это не с нашей стороны усилие, а со стороны Бога подарок. Вот что такое благодать. Закон. Попройди, пожалуйста, исполняй закон, если ты сможешь. Но когда ты придешь к Иисусу, ты поймешь, Боже, я всю жизнь пытался исполнить десять заповедей. И я ни разу, ни одного дня в жизни не исполнил их. И я понял, что я грешник. Господь говорит, все, готов для покаяния ко мне. Омывает тебя кровью своей, восстанавливает в сыновстве, одевает тебя, дает тебе власть, что у тебя так аж видит ее духовный мир. И посылает тебя в этот мир. Бог за тебя. Это не дает тебе права жить, как ты хочешь. Это не дает тебе права распоряжаться временем, как ты хочешь, финансами, как ты хочешь. Когда Бог за тебя, ты понимаешь, ты бежишь к Нему, а прибежав к Нему, ты понимаешь Его отношение к тебе, почему нету на небе хамства. Вот тут кто-то думает, на небесах там такие люди летают. И такие, и старые дедушки летают, улыбаются всем. С облачка на облачко. И говорят, а ты на том облачке был, на розовеньком? А ты видел единорожка? Иди, посмотри, за теми облачками. Послушайте. У каждого свои небеса, дайте представление. Я вам скажу, чего нету на небесах. Нету хамства. Нету жмотничества. Нету скупости неверия. Нету ограниченности. Потому что, когда грешник, спасшийся по благодати, через кровь Иисуса попал на небеса, увидев все, он тут же меняется. Он понимает, что здесь такие вежливые все. И это не наиграно, это естественно, что сам Иисус такой улыбающийся бежит к тебе, а ты-то всю жизнь грешил. Ты негодяй. Ты преступник. Ты столько женщинам жизни испортил. Загубил им просто судьбы. Ты негодяй. Ты хуже Гитлера. Ну, не ты, не ты, не ты, не ты, не ты. А Иисус к тебе, ты представь, и ты по каким-то чудам просто осознал, Боже, я грешник, я скотина. Пожалуйста, прости меня. Вот истинное покаяние. И Бог тебя прощает. И представь, и что-то там произошло, и ты раз вышел из тела, да, ну, умер. Приходишь на небеса, и Иисус тебя улыбается и говорит, как я тебя ждал, сынок мой. И у тебя конфуз в голове. Я же грешник. И я же стольким людям жизни испортил. Я от них отбирал деньги через разные сомнительные схемы. Я брал в долг и не отдавал. Я кидал направо, налево. Да, почему Иисус ты ко мне прибежал и обнял меня? Мне так дискомфортно. И в этот момент вся твоя жизнь, все нутро будет изменено полностью. Полностью. Потому что Иисус тебе скажет, взгляни на крест. Видишь эти самые ужасные мучения в истории человечества. Я заплатил за твой грех. Получай спасение даром. Приходи на небеса. Он будет тебя обнимать. Он будет тебя радовать. Ты не увидишь строгое лицо Иисуса. Такое, знаете. Мне сложно сейчас сделать даже строгое лицо. Такое, знаете. Как я намучился с тобой на земле. Ты здесь пришел все-таки на небо. Ладно, иди в угол спрячься. Я отойду и приду к тебе. Через миллион лет. Он встречает каждого человека. Каждого человека обнимает. Но послушайте. Но мы сразу спускаемся на уровень. Так я же могу делать, что я хочу теперь. Я же могу теперь разгильдяем быть. Нет. Ты уже с вечностью. Не просто встретишься, когда ты уже встретился. Ты уже перешел из смерти в жизнь. Ты не думаешь, что когда ты умрешь, ты пойдешь на небо. Ты уже перешел. Ты одной ногой на небе. Ты уже должен общаться с Богом так, чтобы твоя жизнь изменилась. Все, кто попадает на небеса, там нет такого, знаете, резкого человека. Там большое уважение. Там почет каждому человеку. Аллилуйя. Как хочется на небеса. И мы знаем, верующие, мы имеем эту надежду, что мы придем туда. Нас там ждут очень-очень-очень. Но не сейчас. Давайте помолимся.